Всем привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами приготовим настоящий суп харчо по-грузински. Просто, быстро и очень вкусно! Сегодня с вами Елена на канале Найди свой рецепт. Дорогие друзья, у нас сегодня грузинская кухня. Мы готовим харчо. Изначально говядина была приготовлена в соусе, но в дальнейшем перенаменовалась вот в такой легкий, пикантный, остренький супчик. Мы сегодня попробуем соблюсти традиции. Я очень люблю грузинскую кухню. Еще раз скажу, что мы сегодня будем готовить из говядины. Говядина желательно брать шейную часть, такая, чтобы была с прослоечками жирка, чтобы бульон был такой более наваристый, вкусный. Конечно же, обязательно мы возьмем соус ткемали. В разных частях Грузии харчо готовить по-разному. Мы сегодня приготовим с кемали, который придаст нашему харчо кислиночку. Также нам понадобится большое количество специй. Здесь у нас и аджика, и хмели-сунели. И я даже взяла вот шафран королевский, который сестра мне приводит из Турции. Также нам понадобится для вкуса грецкий орех. Ну, что можно еще сказать про грузинскую кухню? Она просто богатая. Мы приступаем к приготовлению. Для того, чтобы все ингредиенты у нас хорошо сочетались, нам понадобится 2 литра воды. На 2 литра воды я беру полкилограмма говядины. Ну, если желаете, конечно, можете из любого другого мяса приготовить. Из индейки, из курицы, но из говядины это самое настоящее получится харчо. Говядину для харчо мы нарезаем некрупно, примерно вот 2 на 2, чтобы такие кусочки были порционные у нас, чтобы не был вот такой большой кусок, и нам было неловко его кушать. И также для ускоренного приготовления мяса, ведь маленькие кусочки, они готовятся достаточно быстро. Если вы возьмете телятину, то, конечно, она приготовится быстрее. Ну, на отварку примерно вот мясо я затрачу минут 40. Говядина у нас будет готовиться. Мясо я порезала. Вот покажу, какие у нас примерно кусочки, где-то больше, где-то меньше. Вот зрительно кажется, что мясо занимает третью часть от всего, то, что находится в кастрюле. Конечно, оно уварится, говядина очень сильно уваривается. Я ставлю ее варить, а тем самым временем мы будем с вами готовиться дальше. Рис предварительно я хорошо вымала. Его замочила, чтобы он у нас побыстрее готовился. Какой вид риса можно брать? Любой вид риса подойдет, кроме дробленого риса и кроме риса распаренного. Можно и круглозерный брать. Вот идеально будет круглозерный, можно и длиннозерный брать. Как бы самое главное, его вот заранее промыть и немножко замочить. Ну, какое время? Ну, минут 30-40 желательно, хотя бы. Так, мы сейчас будем нарезать лук. Я поменяю досточку, поменяю нож. Нарезаем одну головку репчатого лука. Лук я буду пассеровать, но многие готовят лук не обжаривая. Конечно, вкусы у всех разные. Грузинская кухня полезная. Пожалуйста, можете не обжаривать лук. Я хочу придать нашему харчо цвет такой приятный. И лук, конечно, будет способствовать этому. Для чего кладут много лука? Конечно, лук придаст такую желейность супу, густоту. Ведь мы не добавляем картофель. И лука надо класть много. Ну, вот у нас одна большая головка репчатого лука. Можете даже положить две. Лишнее не будет. Я выкладываю на сковородочку. И мы обжариваем прям вот до золотистого-дозолотистого цвета. Тем временем я сейчас буду измельчать грецкий орех. Предварительно я его немного обжарила, подсушила. Грецкий орех, конечно, придает харчо нежность. Вообще, мне нравится грузинская кухня. И по той же самой причине, что у него кладут грецкий орех. Он такой более сытный, делает блюдо более сытным, вкусное, нежное. И вообще, я орехи очень люблю. А грецкие с удовольствием. Может быть, даже потому грузинодолгожители, что они правильно питаются, что у меня везде стараются орешки добавить, специи. Такую более полезную пищу кушать. Я измельчаю с помощью толкушки, пестика, орешки. Можете, конечно, измельчить блендером. Но я не хочу сильно мельчить. Я так хочу, чтобы все-таки у нас кусочки орешков немного чувствовались. По вкусу. Бульон наш здесь с мясом отваривается. Была пена. Я ее обязательно собрала, накипь убрала. И здесь у нас при пониженной уже температуре готовится говядина. Примерно она готовится минут 20. Еще 20 минут ее нужно варить. Конечно, я ее обязательно попробую. Здесь на сковородочке лук наш обжарился до золотистого цвета. Так, совсем чуть-чуть не забыла. Обязательно кладем в бульон горошки черного перца. Примерно штучек 10-12. Так, чтобы было ароматно и очень-очень вкусно. Лук наш обжарился до золотистого цвета. И в него я выкладываю грецкий орех. Почему я так делаю? Почему просто не добавляю в бульон? Лук нежный. Орехи тоже нежные. И они друг друга дополняют. Для того, чтобы орешки у нас лучше раскрылись, я вот их сейчас немножко вот так вот с лучком здесь потомлю. Чтобы отдали свой вкус, нежность и, конечно же, маслице, чтобы у нас вышло такое ореховое. На невысокой температуре минутки 2-3. Вот это такая тонкость. Это лично от меня. Прошло 40 минут. Бульон наш красивый, наваристый. Очень ароматный. Приятно пахнет говядиной. Чувствуется, что у нас получается настоящее харчо. Я покажу вам мясо. Мясо наше уварилось. Кусочки уменьшились. Я попробовала. В принципе, меня такая готовность устраивает. И я в наш бульон с мясом выкладываю рис. Сколько риса? На такую пропорцию класть. Как я уже говорила, 4-5 столовых ложек. Если любите погуще, то, пожалуйста, можете 6 ложечек положить. То есть это на любителя. По своему вкусу, густоту определяйте сами. Выкладываю рис. Накрываю крышечкой. Чуть-чуть опять увеличиваю температуру. Говядину я чуть-чуть понизила, варила температуру. Ставлю опять на высокий уровень варки. На троечку ставлю у нас 4 деления. И подготавливаем сейчас соус. Соус-заправку к нашему харчо. Здесь у нас орехи, лук. И нам нужно придать нашему харчо, конечно же, кислиночку. Конечно же, остроту. И сейчас мы с вами будем эту кислиночку, остроту готовить, добавлять. В каких пропорциях? В кемали я добавлю 2 столовых ложки. Можно добавить 3 столовых ложки, смотря какую вы кислиночку любите. Я так ограничусь и скажу вам 2-3 столовых ложки. Также мы добавляем аджико. Аджико острая, поэтому я добавлю половину, наверное, чайной ложки. Небольшая горочка здесь есть. И начинаем добавлять оставшиеся специи. Здесь у нас основная идет хмели-сунели. Безусловно, к любым мясным блюдам грузинской кухни, к хмели-сунели, всегда мы добавляем обязательно. Добавлю 1 чайную ложку. Вот так вот добавлю с горочкой, чтобы был аромат, вкус приятный. И мы начинаем добавлять кориандр, перец красный. Так, кориандр добавлю тоже где-то половиночку чайной ложечки. Добавлю шафран. Здесь вот я аккуратненько добавляю, потому что у нас специи вот так вот в таких вот находятся пачечках. Они удобно не выветриваются, сохраняют свои ароматы. И я их вот так вот сохраняю. Добавлю по вкусу, немного. Вы, конечно, по своему вкусу готовьте, пожалуйста. И, пожалуй, наверное, все. На этом мы остановимся. Вот столько я добавила специй. Все перемешаю. Они у нас здесь стоят, рядом с кастрюлькой. Готовится рис. И буквально минут, наверное, через 10 рис мы будем готовить вместе с бульоном. 20 минут. Это полная готовность риса. После 10 минут варки я вот эту всю смесь буду выкладывать в бульон с мясом и с рисом. Также хочу сказать, что в нашу заправку мы обязательно добавляем красный острый перец. Я его вот мелко порубила, порезала. Если вы готовите для детей, то, пожалуйста, можете ограничить специи или просто их класть по своему вкусу. Не забудьте, пожалуйста. Рис наш проварился 10 минут. И я сейчас буду добавлять в него нашу заправку. Так, выкладываем. Кто-то вместо соуса ткемали кладет чернослив. Кто-то алычу кладет. Можно просто сливу добавлять. Многие используют просто помидоры черри. Они имеют такую кислинку. То есть вот у нас более такой классический рецепт. Я все перемешиваю и даю нашему харчу настояться, пропитаться ароматами специй. И чтобы у нас бульон, мясо все насытилось вот именно вот этим вкусом, пряностями и ароматами. Я оставляю при пониженной температуре готовиться 10 минут. А мы с вами подготавливаем зелень. Зелень может быть кинза, укроп, петрушка, также сельдерей. Те травы, которые вы любите, которые ароматные. И также нам понадобится чеснок. Чеснок можете подготовить, почистить. Нам понадобится 2-3 зубка. Пока наш суп настаивается, доходит, мы с вами мелко-мелко рубим зелень. Супчик наш практически готов. Не практически, он точно у нас готов. Я посмотрела, рис разварился. Великолепный аромат на всю квартиру. И сейчас такая важная деталь, как соль. Сколько соли класть? Конечно, соли добавляйте по вкусу. Соль я добавила вот где-то 1 столовую ложку на нашу пропорцию. Также выдавливаю 2 зубчика больших крупных чеснока для аромата. Для того, чтобы все-таки наш супчик был такой остренький, имел такую остриночку, вкуснятинку. Так, и добавляем зелень и лавровый лист. Как я уже и говорила, зелени добавляйте по своему вкусу. Этот суп должен быть богат на специи, на зелень. И лаврушечки вот я кладу 3 штуки. Я выкладываю и при выключенном состоянии, вот он у нас горячий, я выключаю супчик наш, ставлю на ноль. Вот он так немножечко как бы дымится, кипится. И дам ему вот прям настояться минут 7. Почему 7 минут? Вот люблю цифру 7. Пускай постоит, чесночок даст свой аромат, лаврушечка заиграет. И мы с вами будем сейчас его пробовать. Я показываю ближе, какой у нас красивый получилось харчо. Красивый супчик мы с вами приготовили. Он зеленый, божественный аромат. Хочется попробовать и съесть его весь. Ну, здесь порций много, наверное, на 7-8 человек, на хорошую большую семью. Я же, конечно, обязательно пробую, снимаю, покажу, какой он у нас вблизи, красивый, в меру густота. Этот супчик можно как приготовить, как весной, зимой, летом, в любой момент. Если вам что-то такое хочется витаминного, остренького, пожалуйста, готовьте. Красивый, вкусный, ароматный. Я, конечно, пробую. Так, я показываю ближе. Вот у нас есть желающий, кто всегда хочет посмотреть, как же у нас все-таки вблизи смотрится супчик. Великолепный, прекрасно разваренная говядина, рис, все в меру, зелени много. И нам осталось только попробовать. Я что-то налила слишком много, пожадничала. Ну, ладно, что сделать. Так, я пробую. Горячеватый, конечно, маленько. Так. Вот то, что нужно остановиться, просто невозможно. Я считаю, что этот суп нужно кушать горячим. Чем больше компания, семья соберется, тем вкуснее, дружнее будет. Поделитесь этим блюдом со своими близкими. Накормите, угостите. Я желаю вам прекрасных рецептов. Обязательно подписаться на наш канал. Найди свой рецепт. До новых встреч. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Я же говорю вам. До свидания.